Всем привет, с вами Павел419. Это очень короткий ролик про Роблокс и VR. Сразу скажу, я не просто не фанат Роблокс, я вижу это сегодня первый раз в жизни, но меня многие спрашивали, как это выглядит VR и можно ли запустить VR. Так вот, я погуглил, посмотрел и оказывается, да, можно в описании, во-первых, в приложенном ссылочку на такую инструкцию, там все примитивно будет. Самое главное в этой теме, да, оно указывается, имеет поддержку виртуальной реальности еще там с первых рифтов, почему я был удивлен 16 года. Он работает на HTC Vive, я так понимаю, то есть он имеет ввиду то, что он работает через SteamVR и он работает через Oculus Rift, то есть я сейчас использую Oculus Quest 2, потом в конце проверю на Pico 4 работает он или нет. В данном случае у меня Quest 2, подключенный через Air Link. Соответственно, главное, чтобы перед запуском клиента, понятно, должен быть запущен клиент, устанавливать клиент, заходить на компьютер, я тут зарегистрировался даже, да, перед запуском клиента, вам нужно запустить сам шлем, то есть через Air Link, вам нужно получить вот эту картинку, чтобы у вас, в моем случае, Quest 2 подключен к компьютеру. Видите, все работает. То есть вы просто подключаете к компьютеру по Air Link обычным образом, там либо через Oculus Link кабелем, да, как вы всегда делаете, и только после этого вы запускаете сам клиент, в моем случае это был вот Roblox Player, то есть, да, как я сказал, я не фанат, Roblox Studio это редактор, как я понял, вам нужен Roblox Player, вы запускаете его, и теперь у вас получается, что вот на каталог, я сейчас смотрю через рабочий стол, вот здесь переключение струб, кто-то не знает про Air Link, да, я запускаю любую игрушку из этого каталога, да, сделанную на этой платформе, она должна работать. Поскольку я вот там не шарю абсолютно, я беру произвольную какую-нибудь тут прыгалку, просто чтобы показать вам, как это работает. И сейчас ничего не произойдет, потому что... И сейчас, как видите, если я вызову менюшку через Escape, я сходил до клавиатуры, нажал на Escape, у меня здесь никакой вкладочи TVR не будет, что это значит, это значит, что что-то пошло не так, мне сейчас он будет переподключиться, то есть, я полностью выйду из Air Link, и полностью выйду из Roblox, да, и переподключусь по новой, потому что просто у меня заводилось, покажу вам это еще разок. Я снова переподключаюсь, как бы, вначале запускаю клиент Oculus, а потом запускаю сам Roblox, сейчас вы увидите, что он пойдет у меня в шлем. Как видите, загрузка в шлем прошла, если мы сейчас выйдем на рабочий стол, кнопку первого меню, то вот у меня висит менюшка, да, то есть, в игре ничего не происходит, почему? Потому что ни один из миров не выбран, и когда вы будете уходить из миров, у вас будет зависать картинка. Повторяем момент, сейчас опять же через рабочий стол, запускаю вот эту прыгалку. Вот вы уже видите, что трейтинг пошел, возвращаемся обратно в игру, и вот он, я здесь внутри. Как я сказал, я не шарю, что тут происходит, моя задача вам просто показать, что это работает. Управление на левый стик ходить, на правый стик поворачиваться. Почему здесь так неудобно сделана камера? Не спрашивайте меня. А, можно прыгать, тут есть игры, где можно на тач применять. На сайте там будет инструкция, где нарисовано, как управление здесь сделано. Насколько я знаю, вот эта менюшка на кнопку меню у нас убирается. Так, а больше, по-моему, в этой игре кнопки тут, ну, кроме прыжка, никак не используются. Также вы можете потыкать вот сюда, чтобы у вас открыл сетинг, чтобы отключить VR, насколько я помню, вот здесь вы можете все эти настроечки поколупать, если вам это интересно. То есть, моя задача вам просто показать, что это работает. Все, дальше будете разбираться сами. Так, и что тут еще? Ну, в зависимости от разных игр, да, тут будут происходить разные действия, как я понимаю. Ну, то есть, можно, я так понимаю, что в этой игре надо пропрыгать вон ту штуку. Меня, единственное, напрягает то, что камера с задержкой туда прилетает. Это довольно-таки странно выглядит. Поэтому мне, например, играть неудобно, но... Если я убьюсь... Да, а еще у меня звук на ПК, ну, хрен бы с ним. То есть, моя задача, вот видите, я могу крутить руками, как видите, все работает. И тут то, что я говорю, сейчас если я потяну игру... Он говорит, потяну, ты говоришь, да, потянуйтесь. И у меня сейчас все здесь залагает в шлеме. Все, видите, в шлеме как бы все залагало. Почему так? Как я сказал, потому что нам нужно вернуться на рабочий стол, на двойной клик-меню. И здесь выбрать новый мир. То есть, сам вот этот клиент, он остается плоским. Ну, я выберу, что тут я ставил какой-то... Хрен с мечом я запускал еще. Запускаем ее и снова возвращаемся в шлем. То есть, вот так-то опять, видите, трекинг полидался, вот так-то работает. Сейчас тут что-то будет происходить. То есть, в зависимости от игры, тут разные настройки, меню убрали. Я просто вначале полез посмотреть, а можно ли сделать от первого лица. Оказывается, как я понял, все зависит от игры. То есть, есть игры, которые работают от третьего лица, вот так вот с видом из-за спины, да, как сейчас это сделано. Есть там чуть ли не полноценные шутеры, когда вид из глаз. Вот. Как это активировать? Если бы я знал, если бы я знал. Если бы я вот этот Roblox играл, Roblox, я бы, конечно, знал, но я же не знаю. Но вы, те зрители, которые это смотрят, да, я думаю, лучше меня знаете, что тут делать. Моя задача вам просто показать, что так можно. Вот. И это, как я сказал, был Quest 2. Сейчас я пойду проверю, работает ли эта хренька на Pico 4. Если работает, то как? Не переключайтесь. Ну, теперь то же самое попробуем проделать на Pico 4. То есть, я использую Virtual Desktop. Опять же, идея в том, чтобы нам сначала законнектить шлем к компьютеру. То есть, я зашел на Virtual Desktop. Теперь мне нужно запустить SteamVR, чтобы он работал через SteamVR. Поскольку на статье написано здесь, что... Ну, ладно, бог бы с ним. Вот, ну, короче, SteamVR запустился. И теперь моя идея в том, чтобы запустить опять этот клиент Roblox этот и посмотреть, что будет происходить. Сейчас у меня отключен был пока что так. Запускаем его. И у меня лаги небольшие. Так, сейчас. Опять же, сейчас пока ничего не происходит. Скорее всего, здесь. Да, здесь. А, вот, кстати, видите, он подхватился. Roblox Player Beta. Но, как видите, здесь ничего нет. Ну, как на квесте. Это значит, что нам нужно выбрать какой-нибудь мир. Давайте тот же самый прыгательный мир возьмем. И вернемся опять же в SteamVR. Вот, видите, хватило. Да, работает она Pico 4. Прекрасно. Так что, если кто-то хотел играть... Единственное, что почему-то камера очень высоко. Ну, тут уже надо разбираться, что здесь за менюшку отвечает. Интересно мне знать. Повороты вот работают. Я вижу, ходьба работает. А, прыжок не работает что-то. А, тут, наверное, переменено кнопки. Потому что на B тут... Вот он, менюшка открылась. Здесь можно что-то делать. Как закрыть теперь, хрен ее знает. Бэк, наверное, нет. Вон, стрелка. А, вот. Убирается менюшка на Y. Вот это вот, видите, цветастая, боковая. А прыгать на что интересно? На что он прыгает? И надо посмотреть на сайте. Там есть раскладка этих контроллеров. А, ну-ка, сейчас прям туда. Менюшка. А, кстати, я встал от первого лица, нажав на правый стик. Единственный комфорт вот этот убрать. Надо, он бесит сразу. Звук тут. Сядьте, вот эти вот. Собственно, где-то здесь это, наверное, будет в настройках. Поищите сами. Что-то за виньетка, она взрывает мозг. Да, видите. Значит, кстати, на квесте тоже на нажатие на стик сверху, скорее всего, можно попасть видом от первого лица. Короче, как прыгать я тут так и не нашел. Но если кто-то знает, как на Pika 4 через VD-шку прыгать, напишите в комментариях. Я думаю, кому-то будет полезно. То есть, видите, сама эта штука работает. Я не буду долго в это погружаться, потому что мне все равно это ничего не даст. Я во все эти игры играть не умею. И то, что тут происходит для меня абсолютно темный лес. Тут чисто вопрос был того, что работает это или нет. Да, это работает. Кстати, про нагрузку. Ну, тут, в принципе, загружать, как вы видите, нечего. По минимуму 4 гигабайта заняться. Понятно, я думаю. Поэтому, если кто-то... Если у кого-то есть шлем виртуальной реальности и детишки, которые играют в этот Roblox, то можете попробовать запустить. Как я и сказал, ничего сложного. Ссылочка будет в описании на статью. То есть, самое главное, чтобы ваш шлем был запущен, подключен к компьютеру прямо сейчас. Чтобы система его видела либо через SteamVR, либо через Oculus API, да, как я показывал. И тогда игра сама должна его подхватить. Если нет, тогда попробуйте просто перезапустить, и оно заработает, как видите. Вот у меня это работает. Поэтому, кто у кого есть какие-то вопросы... Ну, конкретно про Roblox можете меня ничего не спрашивать. Я сам про него ничего не знаю. Если там какие-то вопросы с запуском есть, то, в принципе, задавайте. Что знаю, то отвечу. Что не знаю, то не отвечу. На этом все. Если ролик был полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Что там, переходите на сайт VR419. До новых видео. Всем пока.